В понедельник состоялась традиционная встреча депутатов от округов и руководителей структурных подразделений администрации с горожанами. Сейчас формируется бюджет города на будущий год. Окончательно согласуются вопросы по наказам избирателей. И такие диалоги, по мнению главы администрации, особенно актуальны. В планах нашей встречи еще раз понять и услышать проблемные ситуации, довести до избирателей задачи, которые мы ставим перед собой по данному избирательному округу. И ответить на вопросы, которые, возможно, возникнут. Больше всего вопросов было адресовано руководителям ЖКХ. Об устройство детских площадок, парковок и особенно организация удобных подъездов и подходов к общеобразовательным детским учреждениям. И вы обозначите эту правильную проблему. Она в учебных заведениях сейчас распространена. Вот школа весная, школа берегиня. Поэтому здесь вопрос без вас с силами поднят совершенно справедливо. Будем думать, принимая как информацию к размышлению и к какому-то решению. Бурное обсуждение вызвало обращение жителей дома Кирова 13А в народе именуемого крейсера. Я знаю уже этот крейсер 10 лет. В подъезде никто никогда не делал ремонт. Я могу фотографии показать. Там ужасные условия. Там все заросло грибом, плесенью вот этой. По мнению представителей администрации, этот дом нельзя отнести к категории аварийной. А плачевное внешнее состояние здания полностью зависит от людей его населяющих. А что там происходит, его не волнует. Ну, значит, давайте вместе встречаться с собственниками. Я к чему? Ну, никто, вы знаете, вот так вот никаким законам вот так вот и щекнет и не скажет, что завтра будет все хорошо и чисто. Если мы сами не начнем убеждать соседа, ну, давайте попробуем как-то убеждать. Вот телевидение у нас ТВК сегодня работает здесь с нами, за что им благодарен. Ну, давайте сделаем обращение Кирова 13А к жителям. Также глава пообещал обратиться за помощью по данному вопросу с письмом в областное управление ЖКХ. От жителя поселка Агролес поступил вопрос о медицинском обслуживании. В поселке Агролес есть своя амбулатория, где работают фельдшер, медсестра, физиомедсестра, регистратор. То есть, то есть, набор медицинских работников есть. Туда работают они с утра до вечера по обращению и по вызову на дом. Если нужны какие-то консультации с пуском специалистом, терапевтом, фельдшер поселка Агролес записывает пациентов на Астровскую 53 городская поликлиника. В целом, горожане, пришедшие на встречу, ответами чиновников были удовлетворены. Очень быстро и оперативно. И даже со ссылкой на то, что мне перезвонят и дадут ответы более подробные. Мероприятие замечательное. Просто все зависит от активности жителей. Берчан на встрече было немного. По мнению организаторов, это связано с приближением холодов. Люди торопятся закончить все дела на приусадебных участках. А горожане, посетившие мероприятие, считают, что причина в низкой информированности о времени и месте проведения встреч.